Приветствую! Сегодня мы поговорим о очередном нарушении закона со стороны ТЦК и ЕСП. В принципе, это стало уже для нас привычным, но что непривычно в этой ситуации? А непривычно следующее. Есть уже решение суда, которым суд, и это Харьковский окружной административный суд, признал, что данные действия ТЦК были нарушением и отменил их решение. Чему учит эта ситуация? Как в нее не попасть? Об этом мы сейчас и поговорим. Сама по себе ситуация уже нам знакомая, такое не раз было. Мобилизовали студента. То есть студент в феврале еще прошлого, 22-го года, получил предписание о направлении его в воинскую часть. И что он сделал? Он пошел в воинскую часть. После этого он пытался уволиться оттуда, подавал рапорт, но, естественно, его никто не уволил, потому что, как мы знаем, обучение в ВУЗе не является основанием для увольнения с воинской службы. Мы с вами знаем, что это основание для отсрочки, но не основание для увольнения. Так вот, в итоге студент не смог уволиться и обратился с иском в суд. И суд, разобравшись в ситуации, указал следующее. Первое, на что нужно обратить внимание. Суд сказал, что ТЦК и СП в соответствии с положением о ТЦК и СП номер 154 обязаны проверять основания для отсрочки. И, мол, ТЦК не сделал этого, не проверил и в соответствии принял ошибочное решение. Но самое главное даже не это. Самое главное, то, чего пока мы еще не встречали, это другое. Давайте посмотрим это решение суда и увидим, что же там самое главное. Вот это решение, как мы видим, Харьковский окружной административный суд, 19 мая 2023 года, то есть свежачок. И вот посмотрим резолютивную часть этого решения, что он решил. Ну, вот видим, административный позов до військовой частини номер, до Киевского районного ТЦК и СП М. Харькова. Задовольнити, визнати протиправными дії, визнати протиправными та скасувати наказ командира ВЧ. И главное, ось что главное, зобовьязать військовую часть номер один в особи уповноваженных осіб негайно звільнити особи один з військовой службы особого складу Збройных сил. Оце головное, зобовьязати негайно звільнити особи з військовой службы. Вот это есть самое главное. Если вы помните, мы разбирали уже похожее решение, но там не было вот этого. Да, там был момент, что признали незаконным его призыв, ну и что дальше? А ничего. А вот здесь очень важно, что данного человека уже должны уволить с воинской службы. Вот это есть самое главное. Вторая часть, да, как не попасть в подобную ситуацию? Чему же учит нас это решение суда? Прежде чем с этим разобраться, хочу напомнить вам, что у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю больше информации, естественно, чем на ютуб-канал. И там есть не только полезная правовая информация, но и, чтобы отвлечься от тяжестей современной жизни, там есть и юмористические случаи из судебной практики. Ну, например, там драка на фалоимитаторах или же решение суда о разделе силиконовой груди при разводе. Приглашаю вас в телеграм-канал, ссылочка есть в описании к этому видео. Итак, как самому не оказаться в подобной ситуации? Да, ситуация, можно сказать, хорошая. Да, мы аплодируем стоя тем судьям, тому судье, который принял соответствующее решение, который стал на сторону человека, который не списал на то, что, мол, сейчас спасать страну надо, тяжелая политическая ситуация и прочее, а который стал на сторону закона, верховенства, права и человека. Но! Что здесь но? Человек год был в ЗСУ. А вы понимаете, что такое год быть на войне? Честно говоря, я не понимаю. Ну, я могу себе только представить, но я не понимаю. Так вот, важно здесь не то, что потом суд признает данное решение в вашей ситуации, например, незаконным, да, и вас уволят. Важно не попасть в эту ситуацию. А чтобы не попасть в эту ситуацию, даже несмотря на то, что суд сказал, что ТЦК обязана проверять основания для отсрочки. Друзья, не надо на это особо обращать внимания. Вы должны понимать, что вы должны защищать себя. Это ваше право на отсрочку. И если оно у вас есть, ваш первый контакт с ТЦК, ваш первый поход в ТЦК должен быть со всеми документами, которые у вас есть. С документами, которые подтверждают отсрочку. В ТЦК должны заходить сначала ваши документы, а потом уже вы. Вы должны буквально кричать о том, что у вас есть отсрочка и вот мои документы. Естественно, когда мы идем в ТЦК, мы идем не просто с копиями документов. Мы берем оригиналы, мы делаем копии, да, для того, чтобы копии им оставить, чтобы они там в личное дело положили. Но обязательно берем с собой оригиналы, потому что просто в копии вам не поверят. Ну, максимум вы можете взять нотариально заверенные копии, но просто копии не годятся. И кричим о том, что у вас есть отсрочка. Но вы можете сказать, стоп, ну и что, ну я принес им документы, они сказали нам плевать на твои документы, мы тебя все равно призываем. Да, такое может быть. Да, мы сталкивались с такими ситуациями, что человек принес документы, подтверждающие его право на отсрочку, а он получает взамен что? Повестку на отправку. Есть такие ситуации, у меня были неоднократно. Что делать в этой ситуации? Два варианта. Вариант первый, вы либо отказываетесь принимать повестку на отправку, ссылаясь на то, что вы хотите воспользоваться своим правом на отсрочку. И второй момент, второй вариант, если вы уже приняли, вы не являетесь по этой повестке. Конечно, что вы скажете? Стоп, так меня же могут к уголовной ответственности привлечь? Нет, не могут. Да, скорее всего, если вы откажетесь брать повестку, либо же возьмете повестку, но не явитесь по ней, ТЦК и СП могут сообщить об этом в полицию. Но что будет дальше? Дальше приедет к вам полиция или позвонит, вы к ним приедете. Вы им предоставите все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. Ну и все. И на этом все закончилось. Нельзя привлекать к уголовной ответственности человека, который имеет право на отсрочку от мобилизации. То есть не может уклониться от мобилизации тот, кто по закону не призывной. Кому закон дал отсрочку. Ведь у нас есть статья 23. Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И там указано, у кого есть отсрочка. И не важно, оформили вы ее уже, до того, как вас призывают, не оформили. Главное, ваша задача предоставить документы в ТЦК и ЕСП, в оригиналах, либо в нотариально заверенных копиях. И второй момент. Если вас уже призывают, несмотря на эти документы, отказывайтесь от призыва. Вас не могут привлечь за уклонение от мобилизации и посадить за это, да, тем более, если у вас есть право на отсрочку. Друзья, не бойтесь, защищайте свои права. И я надеюсь, все у вас будет хорошо. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok